Здравствуйте, друзья! Сейчас мы выполним с вами рейс, грузовой рейс по маршруту Rur-Zig Nord. А вот он наш красавец, локомотив, шестиосный локомотив Deutsche Band BR-155. Достаточно старенький, в простонародье называемый электрическим контейнером. Ну и естественно, при запуске у меня не обошлось без ошибок. Об этом чуть позже, а пока запрыгиваем внутрь. Темно, раннее утро, июль, четверг. Пытаемся найти щитовую. Включаем аккумуляторы. Включаем вспомогательный компрессор. И отправляемся в кабину. Тут я пытаюсь в первую очередь найти тумблер освещения в кабине. Как и все, не очень успешно. Тумблер найден. Приступаем к запуску. Фонарик отключить. Садимся в кресло машиниста. И что-то не то. Спустя достаточно продолжительное время до меня наконец-то доходит, что мы находимся не в той кабине. Вырубаем свет и идем в правильную. Кстати, довольно тянуло до 10 часов утра. Я в первую очередь опять пытаюсь найти тумблер включения света. Не люблю темноту. Тумблер найден. В этот раз достаточно быстро. Вновь занимаем кресло машинист. На этот раз правильное. И запускаем все так, как нам и говорит игра. Реверсивная рукоятка почему-то должна быть вперед нажата с самого начала. Это мне не очень понятно. Сказано делаем. Только приемник поднимаем. Главный выключатель включаем. В данном случае замыкаем. Даже, наверное, правильно будет. И трансформатор. В принципе, локомотив уже готов к работе. Нам остается включить компрессор и проверить тормоза. Я, кстати говоря, принял решение дополнительно включить еще систему СИФА. Она же система проверки бдительности. Подключаем внешнее освещение локомотива. Прожектор. Точнее, прожектор мы ставим в режим ярко. А вот включаем его чуть позже. Правый огонь белый. Левый огонь белый. Прожектор включаем. Мне не совсем понятно, насколько это правильно. Проверяем тормоза. Проверять у меня не получается. Тормоза не реагируют. А до этого я привел ручку реверса в нейтральное положение. Это важно. Тут пытаюсь проверить локомотивный тормоз. Тоже ничего не выходит. Я маленько в замешательстве. Я, в общем, думаю, ладно. Хрен с ним. Включу огонечки в кабине. Потом дальше разберемся. Возвращаясь к щитовой, подключаю систему СИФа, о которой я говорил ранее. Все, она включена. И назад в кабину. Я не знаю, каким образом. Да мне доходит, что нужно реверс включить вперед. И после этого пробовать тормоза. Да, магии они заработали. Началась откачка состава. Тормоза применяются, отпускаются. Все в порядке. Во всяком случае, как мне кажется. Ругать мне не стоит. Я не знаю, как правильно проверять тормоза. На немецких локомотивах. Впрочем, на наших тоже. Работает и ладно. Даю гудок. И отправляемся прицеплять состав. Локомотив трогается. Нам нужно проехать за стрелку. Затем стрелка будет переведена. И мы обратным ходом зацепим состав. Состав у нас порожнее. Мы везем вагоны на стрелитийный завод. Где их, собственно, и должны будем оставить. Интересное отличие от наших железных дорог. Нас не заставят менять кабину преследовании назад. Для того, чтобы прицепить состав. Справка с светофором. Вот это внезапно просто стоп. Красный. По счастью, не нам. Теперь плавно устанавливаем поезд за стрелкой. Кстати говоря, для меня было удивлением, что он на нулевой позиции остановился самостоятельным. Да. Тормоза, как видите, все отпущены. Я зачем-то поиграл с только приемником. Удостоверившись в месте, где нам нужно прицепить состав, приступаем. Меняем положение реверса. Тормоза все отпущены. Даем позицию. Как видите, кабину менять не пришлось. Игра от нас этого не требует. На второй позиции прекрасно все трогается. Плавно начинаем смещаться назад. Я не знаю, как вам, но мне это внешняя простота BR-155 очень сильно нравится. Ну и красный цвет, конечно, в тему. Подъезжаем к остановке по заданию. Готовимся цеплять вагоны. Цель достигнута. Вот бы так всегда цели легко достигались. Аккуратно на второй позиции подкрадываемся к автосцепке. Хотя, кстати, сейчас будет один очень интересный момент, который мы обсуждали на стриме по Дирейл Волей. Тут, кстати, я рано остановился. Пришлось повторно трогаться. Состав вроде как зацеплен, но теперь нам нужно выскочить и сделать все вручную. А теперь пойдем смотреть сцепку. Помнится, мы даже лазили в гугл и смотрели немецкие сцепки. А Хэнк хикал на тем, какие они хлипкие. Вот она, пожалуйста. Вроде как та самая, о которой мы и разговаривали. Хотя локомотив относительно современный. 70-х годов прошлого века. Вроде как для поездов это небольшой срок. Прыгаем обратно в кабину, закрываем за собой все двери. И теперь мы наконец-то готовимся отправляться. Очередная справка по светофорам. Зеленый, желтый. Линия свободна, можно проследовать с малой скоростью до 40 км в час, если нет у нас других обозначений. Реверс вперед. Даем гудок. Отпускаем локомотивный тормоз. Ну что, в путь. Аккуратненько трогаемся со второй позиции. Нифига у меня не получается. Добавляю третью. Тяжело. Причем автоматы защиты не знаю, как правильно они называются. Не дают сразу включить третью позицию, чтобы не было перегрузок. Я в пути еще буду ловить перегрузки, когда у меня позиция будет полностью выключаться. Состав стронулся. Обратите внимание на правый верхний угол. Я не сразу сообразил, что у меня в милях все стоит. Я там чуть позже сориентируюсь и переключу по ходу движения. А сейчас мы потихоньку добавляем позицию. Вот здесь я думал, что запишу справку по светофорам, но там, по счастью, был уже другой. Позиция, да и очень осторожно. Перед нами индикация развиваемой мощности локомотива в килоньютерах. Это если я все правильно вычитал. И, судя по всему, она не должна превышать значение 25. Просто в таком случае происходит отключение всех позиций. Он автоматически переводит на нелюбую. Мы отправились. Развиваем скорость. Пока что, еще раз повторюсь, у нас отображается мили в час. Чуть позже я это поправлю. Если вы помните, по светофорам сограничение здесь 40 километров в час. Сейчас будет срабатывание сифа. Вот она. Это будет преследовать мне всю дорогу. Я просто не замечаю эту маленькую белую лампочку на панели, поэтому буду реагировать только на звуковое оповещение в основном. Также я чуть позже решил маленько добавить тяги, потому что уж слишком тяжело. И вот где-то в этот момент, пока я тут игрался с тягой, нам разрешили увеличить скорость. Разгоняемся. Впереди 14 миль показывает. На самом деле это получается порядка 30 километров. Ускоряемся. Потихоньку добавляем позиции. тут я что-то пытался увидеть в расписании, которого у меня нет. Я везу порожнее вагоны. Все-то довольно мрачновато до раннего июльского утра. Или в Германии всегда так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, начинаются обычные трудовые будни машиниста. Нам все еще по-прежнему в милях указывает расстояние. Ваш покорный услуга на данный момент еще не догадался поменять единицы измерения. 36 миль мы идем. Если приглядеться на спидометре, видно, что мы пересекаем черту, по-моему, 60 километров, если я ничего не путаю. Проверяем окошки. Я просто хотел послушать, как это... А вот, кстати, сифа срабатывает в очередной раз. Продолжаем ускоряться. У нас уже 12-я позиция с вами на табло. Вы можете наблюдать. Пасмурно, очень пасмурно. Здесь я даю гудок, потому что переезд. Потому что я помню, что так вроде надо делать. Ну и вот тут до меня доходит, что-то не так. Решил я, наконец, включить метрические единицы измерения. Теперь все будет в порядке. Едем у 70 километров в час. 68 даже, если быть точным. Ограничение в 100 километров. Ура! Можно разгоняться. 20 километров до цели. Точнее, до завода. Туманище. Я, кстати говоря, даже потом после поездки специально зашел и проверил, действительно ли это была летняя миссия. Потому что мне показалось, что это все-таки 8. Слишком пасмурно и мрачно. Проезжаем очередной переезд. 14-я позиция, скорость растет. Редактор субтитров Корректор А. Это самая большая агломерация в Германии. И на этом, пожалуй, из интересных фактов все. Мигающий зеленый, скорее всего, обозначает все то же самое, что обычный зеленый. Число под сигналом означает ожидаемое ограничение. Правда, нужно домножить на 10. По поводу ограничений это всего лишь моя догадка. Найти подтверждение документально мне не удалось. Проехав в очередной туннель, я понимаю, что у нас впереди ограничения в километре. Начинаю применять торможение. Лихорадочно дергаю грамм машиниста. Нам необходимо снизить скорость до 70 км в час. Причем сделать это нужно через 500 метров. Я достаточно сильно перетормозил. Тормоз уже надо было отпускать. Я поздно отдаю гудок, потому что проезжаем станцию. Я только сейчас пускаю тормоз. А тормоз еще не отпущен. Как видите, замедляемся очень сильно. Теряю тут время. По-моему, я был не очень готов к тому ограничению. Ладно, самое главное, мы не нарушили. Ускориться мы сможем снова. Расписания жесткого у нас нет. В конце концов, мы грузовым составом едем. Йо-й чудо, через 200 метров опять 90 разрешенное. Такой участок в 70... Я понимаю, там станция, но, блин. где-то, кстати, тут на полпути нас ждала награда совершенно внезапная. За 155 пройденных километров на БР-155. Встречное движение. Ну и ваш покорный слуга, конечно, очень круто все это снял. А вот этот сигнал впереди дословно ретранслятор удаленного сигнала или основной сигнал на уменьшенном расстоянии. Вот когда нам оставалось 12 километров, я тут маленько недопонял, у нас то ли спуск пошел, я, в общем, начал лихорадочно крутить главный контроллер, менять позиции, то тормозить, то ускоряться. Я сначала поставил на ноль, сейчас пытаюсь добавить, вернуть, как видите, нагрузка максимальная, максимально возможная. Я вот не помню, то ли здесь у меня выйдло, то ли чуть дальше. Сифа опять не заорала, в общем, была какая-то легкая паника. И вот тут туда уже пошел уверенный уклон. Я схватился за тормоза. Тормозить много не пришлось. Такое ощущение, что, видимо, динамический тормоз срабатывает на нулевой позиции. Вот здесь я использую кран-машиниста, тут же его отключаю, 77 километров, все в порядке. Попытка подергать локомотивный тормоз, хотел маленько состав сложить, сжать, поправьте меня в комментариях, пожалуйста, как правильно. Затем я его отпускаю и спокойненько, 75 километров он выдерживает на нулевой позиции. Несмотря на то, что уклон у нас идет 0.8. в процентах все указано. Ну да, опять сифа орет. И, в общем-то, происшествий, до конца путешествий у нас больше не было. Вплоть до самой остановки мы с вами будем спускаться. Сейчас пойдет, наверное, небольшая нарезка и будем пребываться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок А вот этот спереди это зеленый и ожидается зеленый. Нам осталось 2,5 километра. Как видите, аккуратненько держу 90 километров в час через 500 метров ограничения. Мы почти прибыли. И да, я вижу, что забыл дать гудок при переезде. Впереди желтый. Замедляемся. А вот эта вот сигнализация, она говорит о том, что впереди свобода, но нужно проследовать на медленной скорости 40 километров в час. И ожидается стоп. Кажется, что мы пребываем в целости и сохранности. Вагоны почти что доставлены 800 метров до точки остановки. Тут, конечно, надо было бы снизить скорость до 40. К сожалению, я это теперь знаю задним числом. Да, вон, видите, у нас кричи впереди 40. Нужно было 40 сделать после того, как мы проехали сигнал света форума. Потому что читался он именно таким образом. 500 метров. Я замедляюсь, по-моему, я... Да, я использую кран машиниста. Причем использовал достаточно серьезно. Только сейчас отпустил. 30 километров в час. Сифа орет на меня, как ненормальная. До красного сигнала светофора 400 метров. Если его проскочить, игра сразу скажет, что мы проиграли. Поэтому тут нужно быть осторожным. Маленько перетормозил. Аж до 10 километров в час скорость упала. Зато аккуратненько прокладываемся к месту стоянки. Замечательный БР-155. Мне очень понравилось быть машинистом сегодня. Я думаю, мы на нем еще покатаемся. Ну что, вот и конец нашего пути, конец смены. Ставьте лайки, дизлайки, пишите в комментариях, какой я хреновый машинист. И увидимся на стримах, друзья. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok